итак здравствуйте девочки сегодня мы с вами начертим чертеж прямой юбки кладем перед собой чертеж описание описание не менее главный черт чем чертеж поэтому все это должно лежать перед вами мерочки мы уже с вами сняли я их записала вот сюда рядом да и начинаем с вами чертить то есть начинаем с первой строчки tn это точки вектор от точечки t до точечки n он равен д и д и это длинная юбка у меня она 65 сантиметров то есть д и равно 65 сантиметров и сразу же чертим значит ставим где-нибудь все здесь в пространстве точечку ты ну где-нибудь вот здесь вот буду стараться жирным карандашом писать и большими буковками специально для вас чтобы вы хорошо все это видели так tn 65 поехали значит вот у нас 50 еще 15 ну 15 точечка n и так сделали галочку поставили следующая строчка tb от точечки t до точечки b это у нас что это у нас мерочка vb 26 сантиметров 26 сантиметров и так отложили сразу 26 это у нас точечка b так bb1 здесь мы видим некую формулу куда мы должны подставить свои значения значит об разделить на 2 плюс 1 где 1 это прибавка то есть прибавка на облегание между человеком и одеждой должна быть обязательно должно быть какое-то свободное пространство то есть только трикотаж и вещи тянущиеся то есть трикотажные всякие стретчевые и прочее чертится в облипку или даже в минус то есть там надо будет нам приба не прибавить там допустим 12 сантиметра а вычесть и смотрите здесь вам еще рядом дается выбор от одного сантиметра до трех то есть один сантиметр либо два либо три сантиметра вы прибавляете один это для худеньких 2 это для средненьких 3 это для сладеньких девочек и так я как бы прибавлю 3 и вставляем в формулу нашей мерочки значит оба у меня это 108 108 разделить на 2 плюс 1 равно считаем всегда считайте на калькуляторе если вы где-то ошибетесь неправильно посчитаете или что-то вам просто придется перечерчивать чертеж заново то есть даже если вы очень хорошо в уме считаете все-таки поднапрягитесь и посчитайте на калькуляторе просто будет очень обидно если вы чертили чертили а впоследствии вот так вот вам придется перечерти и так bb1 у нас 55 сантиметров чертим вот у нас 50 сантиметров и еще 5 это у нас точечка b1 смотрите вы можете уже достроить некий квадрат то есть идет прямая линия из точки т и идет вертикально из точечки b давайте сразу это достроим если вы видите на чертеже какие-то линии которые вы уже в состоянии построить и какие-то точки которые вы уже можете построить вы их сразу же достраиваете и дочерчивать и вот смотрите на пересечении этих линий у нас что появилась точечка 2 мы ее нигде в описании ее нету мы ее никак не находили ни по какой формуле она образовалась сама собой на пересечении линии и что у нас тут внизу смотрим а внизу у нас образуются точечки н значит это у нас здесь точечка n2 там у нас образуется точечка n1 когда мы достроим точечку b2 и так это мы сделали это сделали следующее b1 b2 sb разделить на 2 плюс 1 опять где один эта прибавка и так у меня это 54 разделить на 2 плюс 1 равно считаем 54 разделить на 2 плюс 1 28 28 сантиметров чертим вот у нас точечка b2 ничего сложного нету соответственно из b2 проводим вертикальную линию и у нас образуется еще точечки само собой на пересечении линий там у нас образовалась точечка t3 здесь у нас образовалась n1 и так поехали дальше эту строчку мы сделали t1 t3 вам дается выбор от 1 до 1 и 5 сантиметра давайте подумаем почему именно так и как нам как нам вообще выбрать цифру какую мы должны выбрать это смотрится по девочке то есть что делается приподнимается бедро то есть насколько у девочки крутое бедро то есть насколько она выше вот допустим наша девочка настолько как бы выше мы и приподнимаем эту точечку то есть бывает девочки не очень круто бедра и бывает очень то есть все мы разные значит я где-то примерно возьму себе 1 и 5 то есть я далеко не худенькая и не плоскенькая я вот значит 1 и 5 берем вот это у нас образуется точечка х т3 нет неправильно написала это было у нас т1 т3 у нас выше сделано так дальше смотрим т т4 то есть первая . известно т4 у нас неизвестно так она рассчитывается опять у нас формула и вот она на от и значит 95 разделить на 2 плюс 1 равно так у нас 48 и 5 откладываем единица это тоже прибавка 48 и 5 вот она наша точечка т4 сделали и смотрите эта строчка вам не говорит ничего делать т4 т2 суммарный раствор выточка она просто утверждает что вот это вот расстояние у вас суммарный раствор вытачек а вот как бы смотрим следующее т4 т2 равно 65 с чертежа 65 это было у человека на которого начерчен этот чертеж у меня это 67 66 сантиметров 7 миллиметров берем одну циферку после запятой и не округляем и так хорошо эта строчка говорит вам просто смерить чертежа так мы взяли чертежа наши мерочки смотрим дальше а а один то есть вот они точечки а точечка 1 и формула т4 т2 разделить на 2 отлично т4 т2 у нас равно 6 и 7 и разделить на 2 это у нас 3 3 и 3 миллиметра но эта строчка не говорит нам она не утверждает она просит нас отложить давайте сразу же отложим значит 3 3 миллиметра значит половина туда половина туда значит делим еще на 2 1 и 6 в каждую сторону значит это где-то у нас здесь будет это у нас будет здесь значит вот они точечка а точечка а1 поехали дальше эту строчку мы сделали смотрим 1 или 1 и 5 вытачка переднего полотнища то есть мы должны выбрать давайте выберем попытаемся 1 и 5 и посмотрим насколько это будет правильно я еще объясню почему так выбрали но эта строчка не говорит нам ничего никуда откладывать она просит просит выбрать значит дальше остаток минус а один минус вытачка переднего полотнища то есть равно вытачка заднего полотнища а это формула записанная словами остаток здесь имеется остаток суммарного раствора вытачку и я вам объясню сейчас что это значит вот мы построили некий квадрат да некий конус а вот то есть вот так но у нас юбка по сути дела похоже вот на такую пирамиду да вот это это и есть суммарный раствор вытачек который мы как раз вот в эти вытачки вот эти вот остатки и заберем чтобы у нас юбочка села по нашей фигуре вот мы в ней бедра у нас скругленные да как еще хитро можно высчитать свои вытачки то есть не закладывая какую-то цифру вот допустим я знаю что у меня остаток остался 3 и 3 миллиметра да то есть половину я отложила в боковой срез и то что у меня осталось 3 3 это оставшиеся вытачки передняя вытачка и задняя как мы можем ее похитрее распределить пусть допустим одна вытачка у нас будет 1 и 5 значит вторая у нас будет ну-ка 3 и 3 вычесть 1 и 5 1 и 8 1 и 8 задняя то есть в принципе хорошо задняя вытачка должна быть чуточку пошире нежели передняя и так давайте сразу чертить а где чертить у нас это неизвестно вот она мы ищем точечку б чтобы начертить переднюю вытачку то есть мы решили что задняя вытачка будет у нас 1 и 8 вот но в этой как бы строчки мы только рассчитывали она нам не говорила никуда ничего откладывать а вот эта строчка нам говорит как найти точечку б так т т 1 разделить на 3 и плюс 1 и так т т 1 у нас 27 сантиметров я сейчас мерила разделить на 3 плюс 1 10 то есть обычно у девочек возникает вопрос а куда откладывать от какой точке то есть ну как бы у нас принято писать слева направо значит слева направо мы откладываем и к тому же формуле вы высчитывали от точечки т до точечки т 1 то есть в ту сторону значит это у нас точечка б сделали вот ну и что как бы вытачка переднего плотища у нас получается известно поэтому мы вполне можем ее уже сразу отложить то есть она у нас равна 1 и 5 это весь вот этот вот раствор весь вот этот раствор вытачки то есть нам надо его еще от точки в одну и во вторую сторону отложить давайте просто поделим значит 1 и 5 разделить на 2 это у нас 0 7 значит мы откладываем 0 7 в ту сторону и 0 7 в эту сторону и того сейчас я мерю ага у нас получилось 1 и 5 то есть вот она вытачка у нас как бы известно так что у нас здесь b b2 равно 9 10 сантиметров нам опять дается выбор еще у нас есть точечка b1 который который нету в описании но само собой разумеется мы сможем ее легко найти вот так вот проведя линию на пересечении у нас точечка b1 и теперь от нее мы ищем b2 которое равно b b2 9 10 сантиметров ну сколько взять давайте возьмем где-то примерно 10 то есть все равно как бы в первый раз если вы этот чертеж не использовали и не корректировали под себя вам придется его при первой примерке слегка подкорректировать потому что мы все абсолютно разные и и как бы не все ну грубо говоря дырки на теле формулы могут высчитать как бы хорошо вы себя не обмеряли то есть представьте себе девушку то есть у нее бедрышко дырочка бедрышко да то есть вот эту дырочку вот красота то есть это вот дырочку впадинку ни одна формула не может высчитать то есть соответственно ее мы возьмем индивидуально с вашего тела то есть при первой примерке и потом перенесем на чертежек с корректируем и это будет ваш идеальный чертеж потому что как я говорила и всегда как бы буду говорить и утверждать исходя из моего опыта нету никакого 44 там допустим или 48 размера каждый человек он абсолютно индивидуально кого-то одно бедро выше одно ниже одно больше одно как бы меньше то есть даже если вы посмотрите на человека на лицо один класс у него будет больше другое как бы чуть чуть меньше там на пару миллиметров то есть человек условно симметричное существо животное условно и симметричный то есть все равно как бы бывает то правая сторона больше это как бы то левое чуть чуть меньше То одна рука длиннее, то одна рука, да, да, именно так, то одна рука как бы короче. Вот, и это все надо учитывать. И никакой 44-48 размер это не учтет. Вот ваши индивидуальные особенности. Как бы 44-й размер это, грубо говоря, некий средний размер, в который влезет девушка от такого-то размера до такого-то размера. Но у каждой, как бы, девушки свои собственные параметры тела. Поэтому я и всеми руками, и хвостом, и ногами голосую за индивидуальное, как бы, построение чертежей и индивидуальный пошив одежды. Вот, поехали дальше. Итак, это мы сделали строчку. Так, А1Т2 разделить на 2 равно буквка С. И тут у нас на чертежике написано. Соответственно, крестик стоит у нас на чертеже. Что означает этот крестик? Допустим, у нас есть некое расстояние от одной точки до другой. И здесь стоит крестик. Этот крестик означает разделить на 2. Крестиков может быть 3, 4, 5. Значит, разделить на 3, на 3, на 4, на 5 и так далее. Более того, бывают в чертежах такие вот как бы вещи. Вот так, а потом еще вот так. То есть, это сначала вот это расстояние разделить на 2, а потом вот это разделить еще на 2. Вот, как бы, вот что означает крестик. Давайте сразу скажу еще. Вот тут у нас есть такие две точечки, да. То есть, линия, на ней стоят две точечки. И нарисована циферка 2. Что это значит? Это значит, что расстояние вот между вот этими точечками 2 сантиметра. Как бы, это не я придумала. Это обычно встречается на чертежах, как бы, очень часто. Вот, поэтому внимательно смотрите на чертежик. Он должен перед вами лежать. И описание тоже. И еще хорошо бы, чтобы вы, как бы, свои мерочки всегда видели перед собой. Итак, 28 на 2 нам надо поделить, разделить на 2. Это у нас будет 14. Вот она у нас, 14. Ставим крестик и точечка С. То есть, это место, откуда у нас появляется выточка заднего полотнища. Мы ее высчитали. Она у нас от 1,8. 1,8 разделить на 2. 0,9. Значит, 9 миллиметров туда, 9 туда. Значит, 1 и 2. Вот она наша выточка любимая. Так, ну и здесь легко. Понятно, само собой понятно, что мы ищем С1. И от нее, соответственно, откладываем. Так, 13-15 сантиметров. Ну, пусть будет у меня 13. Я знаю, что у меня спинка перегибистая. Уже на себя сшила. Надо, чтобы задняя выточка была подлиннее. Вот так вот. С выточками разобрались. Итак, наше описание закончилось. Но здесь у нас на чертежике остались линии, которые мы не дочертили. Соответственно, берем линеечку и дочерчиваем. Значит, здесь у нас циферка 2,2 сантиметра сюда. Я хочу себе юбку заузить. Поэтому вот здесь вот я сделаю 4 сантиметра. То есть здесь дается выбор, чтобы заузить, чтобы юбка была не прямая, а юбка-карандаш 3-4 сантиметра. Вот мы ее заузим. Вот так вот. Хочу, чтобы она была более узкая. Что у нас здесь еще есть? Шлица. Шлица нам не нужна. И наш бачок. То есть, в принципе, можно сделать его по лекалу, но я довольно легко могу начертить его от руки. Все-таки 10 лет художественного образования не проходит даром. Так. Похоже? Похоже. Что еще? Здесь у нас есть слово сгиб. Обязательно. Сгиб. Большими крупными буквами. Это у нас что? Это у нас передняя половинка. П. Это что? Это задняя половинка. З. Большими крупными буквами. Так. Ага. Вверх. И, конечно же, нашу линию талии. Раз. И два. Ага. Криво. Вот так вот. В принципе, наша юбочка готова. А где гарантия, что она на нас сядет? Вдруг мы где-то ошиблись или обсчитались, что мы будем делать в данном случае. Мы ее просто-напросто проверим. Итак, проверяем наш чертежик. Вдруг мы где-то обсчитались. Берем и замеряем. Так. Бедра. 55. 55 сантиметров. Вот. И, конечно же, нашу талию. То есть без выточек. Вот эти вот кусочки все мы замеряем. Так. Здесь у нас... Ой, как не точно. Толстым карандашом на чертилы миллиметры теряются. Так. Ну, ничего страшного. Так. Здесь у нас... Так. 14,5. Здесь у нас... 11,5. Здесь у нас... Ну, где-то 13. Так. Как нам проверить? Мы просто складываем эти значения. Вот, допустим, начнем с талии. 9 плюс 14 и 5. Плюс 11 и 5. Плюс 13 и умножить на 2. Так. 96. Почему умножить на 2? Обычно практически все чертежи чертятся на пол тела. То есть здесь у вас лежит пол юбки на столе. То есть начерчено пол юбки. Вот, например, какую-нибудь бумажку здесь. Опаньки. То есть вот она, ваша юбочка. То есть у вас здесь ровно половина. То есть передняя половинка и задняя половинка. То есть... Талия у вас нету. Соответственно, умножить на 2. Так. 96 у нас получилось. А где мои мерочки? Так. А талия у нас 95. Значит... 95... 1 сантиметр. Все в порядке. Между мной и тканью должно быть какое-то пространство. То есть не в облипку. Эта юбка должна быть. Сидеть она, конечно, будет хорошо. Вот. Подкорректируем чуточку. Не нравится мне эта линия. Вот так. То есть плюс 1. Все хорошо. И то же самое делаем со своими бедрами. Так. 55 умножить на 2. Это у нас 110. И... А бедра у меня 108. Вычесть 108. 2 сантиметра. То есть плюс 2. Все в порядке. То есть... А в бедрах она на 2 сантиметра больше. То есть меня это вполне устраивает. По той простой причине, что бедро мы будем делать индивидуально. Итак. Мы проверили нашу выкройку. Все сошлось. То есть она чуть больше нас... А значит это все правильно. Шить мы будем не из трикотажа. Вот. И поэтому мы делаем ее не в минус, а в плюс. То есть на 1. На 1,5 сантиметра она должна быть больше, чем мы. Так. И здесь у нас сзади будет шов. Так. Все в порядке. Все мы проверили. Все у нас сошлось. Теперь сделаем так же, как на чертежике. Одну половинку обрисуем красным. Одну, ну допустим, зеленым. Где мои хорошие карандашики. Чтобы не ошибиться. И чтобы хорошо переднюю и заднюю половинку у нас было видно. В принципе, если как бы человек не ноль полный и уже что-то сшил, какие-то знания есть, ему это необязательно. Но все-таки советую, потому что не дай бог куда-то не туда посмотрите. Ошибетесь. Может быть, кто-то вас позовет, вы отвлечетесь. И возьмете не то, что нужно, перечерчите. Сейчас мы наш чертеж основы будем переводить на кальку. То есть предварительно мы ее погладим. Вот есть такой маленький секрет. В принципе, бумагу можно вполне гладить утюгом. То есть видите, чертежик ровно лежит. Красиво я просто-напросто его погладила. Чтобы там какими-нибудь тяжелыми предметами их не придерживать. Чтобы я могла спокойно, как мне удобно, двигать. То есть я просто эту бумажку взяла да погладила утюгом. Не нужен мне будет чертеж. Я возьму его, сверну и куда-нибудь там в папочку. Где обычно хранят. Ну, все хранят по-разному. Некоторые ученицы у меня хранят в папочках. Другие в рулонах. Третьи были такой прецедент, когда ученица призналась, что она хранит свои выкройки под ковром. То есть у нее как бы в доме на полу лежит ковер. И она просто-напросто под ковер их складывает. И они там лежат. И в общем-то никто не знает, что они там лежат. То есть такой оригинальный способ, но в принципе действенный. Утверждает, что там выкройки не мнутся. Но коли ей так удобно, то я ничего против этого не имею. А только за. Но мне как-то место жалко. Я люблю складывать свои выкройки. И когда надо, я просто достаю утюжком, их быстренько проглажу. Абсолютно спокойно. И ничего страшного в этом нет. И могу с ними работать. Итак, теперь достаем калечку нашу. Поехали дальше. Вот я ее погладила утюжком. Она у нас не сворачивается, никуда не двигает. И никуда не убегает. То есть, чтобы она еще не ерзала туда-сюда, когда я буду двигать. Вот. Мы еще ее и заколем булавками. Вот так вот. Ну, по уголкам пару штучек хватит. Ну, и еще вот здесь. Отлично. И теперь спокойно можно переводить. То есть, чертеж основу вы всегда оставляете на миллиметровке. Никогда, никуда его не деваете, не разрезаете, ничего с ним не делаете. Как бы он вам понадобится еще много раз. Тем более, что вы его сейчас скорректируете. Вдобавок, почему как бы я черчу новый чертеж? По той простой причине, что я похудела и у меня изменился размер. В принципе, я могла бы взять свой старый чертеж. Но легче перечертить новый. Когда вы просто посмотрите видео, вы увидите, что у меня на все прошло, на все про все ушло минут 20-15 от силы. А если бы я еще и болтала меньше, у меня бы вообще минут 10 ушло на построение этого чертежа. Таким образом, 10 минут потратить, ну, сами понимаете, это ничто. Поэтому никаких таких усилий сверхъестественных, чтобы перечертить чертеж, здесь не требуется. А если вы, как бы, вы держите вес, то есть у вас вес всегда стабильный. Вот. И, как бы, вы, ну, не толстете. Максимум, там, плюс-минус 4 килограмма. То есть в объеме это даст, ну, плюс-минус где-то 1-2 сантиметра. В этом нет ничего страшного. Это называется держать вес. Если же, конечно, вес прыгает, там, плюс 10 килограмм, плюс 7, или, там, минус, допустим, человек худеет, то лучше перечертить чертеж. Есть, конечно, и сезонное похудение. Допустим, летом у вас минус 3-4 килограмма. Зимой у вас плюс 3-4 килограмма. То есть летом вы кушаете ягоды, ходите много на улице, гуляете, а зимой вы сидите у окна и кушаете всякие макароны и картошку. Соответственно, размеры будут различаться. Так, что еще? Вот мы перенесли наш чертеж. Большими буквами обязательно передняя половинка, задняя половинка. Обязательно линия бедра. Всегда, на всех выкройках, линия груди, линия бедра, линия талии, линия колена мы переносим. Вот, но в данном случае, то есть линия талии, это у нас как бы край юбки, а здесь у нас линия бедра тоже. И что? Сгиб большими крупными буквами. Здесь у нас что? Здесь у нас шов большими крупными буквами. И мы откалываем. Вот так вот. И, в принципе, чертежик мы можем абсолютно спокойно убирать. Он нам уже не нужен. Мы будем его использовать в дальнейшем. Мы его достанем еще разочек, как я сказала, чтобы скорректировать. То есть я точно знаю, что у меня бедро перегибистое. То есть у меня в бедре будет вот что-то подобное. Ну, это я условно показала. Но это я скорректирую тогда, когда как бы первый раз померю свою юбку. Сворачиваем спокойно, когда нам он понадобится. Мы сможем его просто достать, погладить и использовать еще раз. Переснять с него выкройку. И использовать много-много раз. Если, конечно, вес стоит на месте. Если вес не стоит, ну, скорректировать. Зима-лето можно корректировать. Там плюс-минус слегка убрать с бачков. Но если размер изменился кардинально, то, значит, придется перечерчить. Но это не смертельно. И мы теперь вырезаем. Просто по контуру. После чего мы будем моделировать. 워요. Покравляем. Пок禮. Покляемся. Покляемся. Пок toит. Покляемся. Покляемся. Поклю Dieserпар. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...